Вятку прибыла икона с частицей мощей Матроны Московской. Святыню доставили в Успенский собор Трифоново монастыря, где состоялся молебен. Поклониться мощам пришли сотни верующих. Святая Матрона Московская считается покровительницей бедных и больных, помогает в воспитании детей и укреплении семейных уз. Андрей Дозорцев продолжит тему. Это значимое событие для православной вятки. Встретить икону с частицей мощей Матроны Московской у стен Успенского собора пожелали сотни людей. Святая посчитается издревле по всей России. Как и много лет назад, еще при жизни Матроны, к ней приходили за помощью, так и сейчас уже к иконе выстраиваются очереди. Достаточно много известно о жизни Матроны. Она родилась в 1885 году в маленькой тульской деревне. Родилась слепой. В бедной крестьянской семье это был четвертый ребенок. С самого детства Матрона вела жизнь, в которой на первом месте была молитва. Уже в юные годы у нее открылся дар – исцелять больных. К ее дому тянулись люди со всей тульской губернии. И потом, где бы она ни была, верующие шли к ней и знали – она не оставит никого без помощи. Матроны, Матроны, Ксении. И абсолютно ко всем обращались, чтобы меня они благословили на каждый день, на предстоящий день. Поклониться мощам Святой Матроны Московской смогут многие верующие Вятского края. В Успенском кафедральном соборе икона пробудет в течение недели. После отправится в путешествие по храмам Кировской области. Она побывает в Солбаском и Советский, Кирово-Чепецкий и Куменах, Орлове и Спаса Талице. После возвращения в Киров святыня останется навсегда в регионе. В свое время, когда прославляли на соборе Блаженную Матрону, участникам собора, то есть всем архиереям, была предподнесена каждому икона с ее частицей мощей. Мы заказали икону, она была написана, и вот та частица мощей, которая была преподнесена в дар на этом соборе, мы и вложили в ковчег, и перекрепили этот ковчег к этой иконе. Святая Матрона Московская считается покровительницей бедных, больных и бездомных, помогает в воспитании детей и укрепляет семейные узы, утешает в любом горе. Как говорила сама Матрона перед смертью, все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам. Андрей Дозорцев, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.